Мою моську надо спасать! Ой, а кто его будет бить? Я или ты, братан? Она тупая или как? Я не понимаю! В моей комнате, на моей кровати... Воп-воп-воп! А кто? Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И у нас на очереди шестая серия сериала «Игрушка своего брата». И если вы не смотрели предыдущие обзоры на этот сериал и на другие сериалы, которые я смотрю у себя на канале, то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео. Также вот здесь вот будет подсказочка на плейлист. Переходите, смотрите и обсуждайте вместе с нами. Давайте мы просто уйдем. Мы спешим, у нас свидание. Да! Свидание? О, как мило. Не-не-не, бабло гони. Либо ты, парень, сейчас оставишь девку, и мы с ней сами разберемся. Да-да, парень, если хочешь, ввали. Либо ты, девка, прочь, а парня нам. А я вам нахрена? Меня же даже не изнасилуешь. Чё? Парень такой, чё? В смысле не изнасилуешь? Очень даже, да. Она боится? Ну что, решаем. Можешь выбрать сам, это будет интересно. Ну чё, парень, не оставляешь девку? А вы что, типа, знаете, как ей пользоваться? О-хо-хо. Нет. Почему они просто не убегут? Только с одной стороны. Как бы заперли, им нет выхода с одной стороны. Но с другой стороны, вроде как, они могут сбежать. В чём проблема? Бери девку за руку, как они её называют, девкой. Бери её за руку и побежали, всё. Дин, что нам делать? Бежать! Эм, 100 метровку за сколько бегаешь? Вот, ну наконец-то он додумался. Ну не стоит озвучивать свой план вслух. Что? Побежали. Вот. Молодец. Чего? Что это сейчас такое красненькое было? Видали? Вот это что? У парня, у кого это светилось лицо, что? Эти парни настолько крутые и уверены в себе, что они даже не считают нужным бежать за ними. Да мы пешком их догоним. Вот настолько они расслабленные и уверенные в себе преступники. Дин уже такой, ах, господи, как же ты медленно бежишь. Давай, там беги сама сзади. Давай, давай. Я, мою моську надо спасать. О, смотрите, они прям вот так вот держатся за ручки. Ну что, может быть, не ли этого? Ну что, они не стали дальше бежать за нами? Тихо. Вроде бы ничего не вижу. Нужно как-то незаметно выбраться из этих дворов. Тихонько. Это все ты виноват. Если бы ты не опоздал, ничего бы не случилось. Ну кто же знал, что при малейшей опасности ты побежишь в самое многолюдное место? Вот именно. Надо бежать... Ну, это был сарказм. Надо было действительно бежать в самое многолюдное место, а не дворами. Как бы и накостылять им в такой ситуации сошло бы за самозащиту. Ты вроде бы сам рвался. А ты молодец такая. Их пятеро было, а он один. О, ну ты мог бы и накостылять. О, ну ты могла бы и заткнуться, да, как бы. Мы тут пытаемся вырулить из этой ситуации, в которую ты нас завела тем, что пошла дворами, а не на людную улицу. Так что уж, пожалуйста, будь добра, замолчи. Это была просто угроза. Ты что, фильмы с Джеки Чаном насмотрелась? В жизни это не работает. Если тебя окружила компания парней, которые хотят тебя побить и... Ну да, а ты один, то шансов у тебя, ну как бы, ноль. Если ты зажат в угол, будь ты хоть мастер спорта по боксу или победитель ММА, у тебя не останется другого выхода, кроме как бежать. Нет, я, конечно, бы мог подраться, чтобы тебе понравиться, но тогда бы у тебя... Но твоя прекрасная моська того не стоила. Я имею в виду, жертвовать такой прекрасной моськой ради отри, оно того не стоило. Ну что, можно расслабиться и выходить. Ай, кого я нашел. Беги. О, прикольно, сейчас было показано даже неожиданно. Мелкий ублюдок, сейчас я тебя разыкрашу. Погодь, давай я. Ой, посмотрите, он кажется недоволен, а мы так стараемся. Ну это такие преступники-балаболы, они больше трындят, чем делают. Хотели бы побить и реально что-то у них отжать, уже бы давно побили и забрали все ценное. А они типа, ой, посмотрите, он боится. Ой, посмотрите, ему не нравится, что мы сейчас будем его бить. Ой, а кто его будет бить, я или ты, братан? А, 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 давайте определяться. Ну вот пока вы так трындите, кто угодно сбежит от вас. Гаденыш, такую бабу нам обломал. На, бей его. Ой, ну-ну-ну, не надо, ну пожалуйста, он слишком милый для этого. Пусть этот, как его, брат, Рея, Рея, бейте, мне не жаль. А куда Одри-то делать? Я надеюсь, она хоть за помощью побежала. Как раз таки, надеюсь, за братом и сейчас придут, спасут. Беру свои слова назад. Они не просто балаболы, они еще и делают что-то, да. Ты что тут решила отдышаться сейчас? Там парни из-за тебя бьют, а она, надо бы отдышаться. Нет, надо бежать со всех ног за помощью. Господи, да что это за лабиринт из дворов, из которых они до сих пор выйти не могут? Я должна ему как-то помочь. Да. Я должна вызвать полицию. Черт, телефон сел. Нет. Я обязана что-то сделать. И что смотреть из-за угла? Ну реально надо бежать за помощью, а она тут полгода стоит и смотрит из-за угла. Она что, зачем, как, а? Это что, кровь? Она вернулась, она просто вернулась на то же самое место, где его били? Она тупая или как? Я не понимаю. В смысле, она бы уже могла 300 раз бегать за помощью, выбежать реально куда-нибудь на более людную улицу из этих дворов и хоть кого-нибудь попытаться позвать на помощь. А она просто такая, а, телефон сел? Ну я маленькая хрупкая девчонка. Не, ну может я что-то смогу сделать? Вернусь-ка я на то же самое место. Еще и по следам крови сейчас пойдет. Дин! Ну ладно, еще не так уж его и отмутузили. У меня в моем сериале урода было... Урода! У-у-у! Рода! Было более раскрашенное лицо после его стычки с вампирами. Там все плохо было. Здесь еще нам мягенько так показали. Боже, что с тобой? Но это означает, что его били больше по органам, по телу, ну и соответственно по органам, чем по лицу. Даже преступники понимали, что ну нет, сломать эту милую моську не стоит. Одри, почему ты не ушла? Ты что, как бы я тебя оставила? Я так испугалась. Как же они тебя избили? Как ты себя чувствуешь? Давай вызовем скорую. Голова не кружится? Успокойся. Дай свой телефон, я позвоню в больницу. Хе-хе, они его и разбили. Они его забрали, я бы, наверное, даже сказала, они забрали все, что могли. Тебе нужно в больницу. Не хочу. Ничего, вечерок полежу и пройдет. Не в первый раз получаю. Я еще легко отделался, притворился мертвым. Тогда ему и надоело меня бить. Они облапошили мои карманы, нашли деньги и пошли покупать себе бухло. Ну что ты так смотришь? Ты что, ты ведешь себя так, как будто тебе все равно. Извини, что так получилось. Бедный Дин. Мне грустненько за него. Меня просто трясло от произошедшего. Ну почему в моей жизни проблема идет за проблемой? А у брата что, стрелки потекли? Что это у него тут под глазами? Рэй, ты не спишь? Можно я зайду? Что случилось? Ты выглядишь испуганной. Тебя кто-то обидел? О, Дри, не молчи. Рэй, мне сейчас было так страшно. Брат сейчас лишний раз скажет, зачем ты выходила из дома? Была бы вот вместе со мной в моей комнате, на моей кровати, в моих объятиях. Ничего бы этого не случилось. Тише, родная, не плачь. Рассказывай, я со всем разберусь. Я расскажу. Но пообещай, что ты не будешь злиться. Обещаю. Буду держать себя в руках. Ну, держать себя в руках он не умеет. Я гуляла с другом. С кем? Важно. Вот он уже не может держать себя в руках. С кем? Слушай, меня к нам пристали несколько мужчин. Он вступился за меня, его сильно избили. Я так испугалась. Его же могли и убить. А я ничем не могла помочь. Ты могла чем-нибудь помочь, если бы бежала быстрее и знала, где находится более людная улица. Только сбежала. И где это произошло? Я плохо знаю тот район, он за мостом. Там еще недалеко парк. Недалеко парк! В парке могли быть люди. Почему ж ты туда не бежала, скажи мне? Совсем не было людей. Совсем никто не мог нам помочь. Совсем не было людей в переулках. Но в парке вполне могли бы быть люди. Одри, для твоей же безопасности впредь говори мне, куда и с кем ты собираешься. Я не буду тебя отчитывать. Просто, чтобы я мог тебе вовремя помочь. А еще хочешь, я тебе научу, как сломать нос человеку за один удар? Наверное, первый его милый и действительно правильный поступок за весь сериал пока что. Научить ее защищать себя. Я так устала. Хочешь выпить? Выпить? Что выпить? У меня тут как раз завалялась бутылочка венца. Не соглашайся! Он сейчас тебя напоит, а потом неизвестно, чем это закончится. Я твоему брату не доверяю. Не знаю, как ты, я ему не доверяю. Я ее спрятал. Еще перед уездом, представляешь? Хочу. Вот и здорово. Тогда я иду за бокалы. А это не тот парень, который первый из всех говорил, оу, я натурал, меня не вмешивайте, я тут стою, как бы поводали от вас. Я вообще к геям не отношусь. А теперь выясняется, что он друг Дина, о котором распускали слухи о том, что он гей. Но он молодец, он не предал дружбу даже после таких новостей. Молодец, братан. Он вчера... Ты, наверное, хочешь сказать, что его вчера избили. Это он с тобой вчера был? Ага. Так что ты хотела? Ну, я хотела навестить его. Адреса я не знаю. Парень настолько невозмутим даже сейчас. Он и тогда был крут, когда отошел от всех, такой, вау, меня не вмешивайте. Он и сейчас невозмутим. Его друга избили, какая-то девочка пытается выяснить адрес его друга. Он стоит и смотрит в окно, потому что он уверен в себе, он четко знает, чего он хочет. Он смотрит в окно, и он слишком крут для того, чтобы опускаться на какие-то взгляды по сторонам, куда-то что-то отвлекаться. Я смотрю в окно, я смотрю прямо в свое будущее. А у него позвонить спросить нельзя? Я хочу устроить ему сюрприз. Ладно, я сегодня иду к нему. Можешь пойти со мной? Спасибо большое. Какой большой дом. Да, выглядит неплохо там. Арочка вон какая-то, фонтанчик. Не хило живет Дин. Привет. Одри, привет. Хотела узнать, как ты. Ну, вижу, что не очень. Ну, на самом деле, он мог бы быть более загримированным под то, что его побили. Ну, просто там реально было очень много человек, и все его били. Думаю, по лицу-то все-таки тоже попадало. Не только по телу они его били. И можно было бы грима чуть больше наложить. Чуть хуже сделать ситуацию, чтобы Дину прям все сочувствовали и рыдали по нему, по милашке. О, ты еще кто? Сестра, наверное? Надеюсь, сестра. А это что за девушка? Твоя подружка, Дилан? Нашел, наконец. Поздравляю. Нет, это не его девушка. Наша общая знакомая. Пришла навестить Дина. Сильно беспокоилась. Раз это просто знакомая, то может уйти. Дин неважно себя чувствует, лишние тут не нужны. Лишние? Успокойся, Трис. Она не лишняя. Слушай, сходи на кухню, приготовь мне салат. Да, наверное, Трис это его сестра. Чуть такая борзая, типа, лишние могут уйти. Одри, я, конечно, очень рад, что ты пришла. Но пока меня охраняет этот инквизитор, мы даже пообщаться нормально не сможем. Это твоя сестра? Ну, если я и правда так сильно мешаю, то могу зайти в другой раз. Нет, это совсем не сестра. Воп-воп-воп, а кто? В смысле? А, ну-ка, 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 вот сейчас вот с этого места поподробнее немножко. Кто? Всё, и на этом вот такая вот интрига. Кто там ошивается, какие девочки около Дина? Что это значит? Не сестра. Ну, в общем, вот такая вот серия. Какая-то прям, это, переживательная. Очень я за Дина переживала. Нравится он мне очень. Такие, да, если вы до сих пор не заметили этого. И как персонаж, и внешне очень милый, симпатичный мальчик. Сейчас бы запасть на несуществующего персонажа. Почему бы и нет? В общем, вот такая вот серия. Надеюсь, она вам понравилась. И надеюсь, вы не забудете поддержать моё видео большим пальчиком вверх. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на канал, подписываться на мой Инстаграм. И не забывайте оставлять свои комментарии и предлагать какие-то ещё сериалы к просмотру. У меня на сегодня на этом всё. Я желаю всем всего, как всегда, самого наилучшего. И всем пока-пока!